всем привет сегодняшнем видео я покажу свою небольшую коллекцию орхидей и покажу свои новиночки и вместе с вами их переварим в другие горшочки хочу показать свои орхидейки могу сказать уже свою коллекцию орхидей потому что последнее время она у меня прям очень расширилась начнем с цимбийом вот такая орхидейка цветение такое в общем-то очень продолжительное и цветы не собираются увядать они прям как восковые здесь вот видите веточка сразу еще сбоку пошла тоже скоро распустится она у меня стоит на веранде то есть температура у меня даже ночью если на улице прохладно опускается даже до плюс 5 но я смотрю что цимбидиум это любит любит прохладу днем температура повыше бывает это плюс 19 а ночью прям понижается температура поэтому он вот такой вот у меня красивый листья такие сочные в общем ему хорошо красивый конечно цветок очень камбрия тоже такая у нее посмотрите вот одна ветка распустилась вторая распустилась здесь вот еще распускается скоро распустится третий цветонос вот он я наведу на него здесь даже открылись вот новые цветочки тоже чувствует себя отлично очень нравится у меня есть видео на канале как я пересаживала пересаживала ее в стеклянную такой кашпо которое засыпала керамзитом и туда ставила горшот ей нравится очень и смотрится она в этом кашпо конечно очень очень хорошо аромат имеет приятный очень такой но это мои фаленопсисы пошли было три а сейчас их больше и конечно же еще вам покажу у меня есть еще четыре новиночки которые сегодня буду переваливать другие горшочки конечно же вместе с вами но красивый тоже очень а сегодня утром меня распустился вот такой цветочек желтый это моя малюточка первый цветочек у нас я очень довольна и такая красота у меня стоит такой закрытой системе стакане стеклянном и ей это очень нравится но это моя старая орхидей к цветет постоянно я даже знаете не могу замечать чтобы она когда-то отдыхала если только на неделю отдохнет и потом снова цветонос в выходит у нее выпускает и цветение продолжается наверно до полугода ну очень долго очень долго красиво конечно вот такой еще фаленопсис очень пышное цветение не знаю что за сорт но вообще вот у нее очень много идет еще побегов от цветоноса и раскрываются новые новые цветочки то есть тоже цветение продолжительное в общем то и цвета и цвет тоже желтые в такую крапинку такую розовую очень красиво смотрится а не могу понять камера передает или нет цвет но она желтая это тоже моя старая орхидея цветы уж такие довольно таки крупная белая прям чисто белая и с таким вот желтым таким вот тоже так смотрится красиво нарядная тоже цветение постоянное и продолжительное по времени и здесь сразу перейду такой вот фаленопсис тоже такие цветочки прям красивые и смотрите у нее вот этот цветонос прям из всей едины я просто интересовалась мне сказали что ждите теперь детей от нее появятся деточки и здесь по соседству тоже красота такая посмотрите тоже общем то такой сорт с обильным цветением очень пушистая тоже общем то такой сорт с обильным цветением очень пушистая и здесь у меня на орхидеи решила вот эту полку отдать полностью орхидеи здесь у меня лампа досвечивается я так поняла они облюбовали им очень нравится эта подсветка потому что они выглядят все очень хорошо листья обратите внимание такие все прям хорошие и корни корней конечно не видно но если корни были плохие они вот так не выглядели ну все теперь я вам покажу сейчас свои еще новиночки и вместе с вами делаем перевалку ну вот мои новиночки 4 орхидейки здесь уже корешочки очень хорошие приобрела я их в екатеринбурге корневая система очень хорошая которая у меня в руках это сорт называется рюс кат анжел арома я просто давно хотела себе орхидея арома мне нравится когда есть аромат в растении но они прям не знаю парфюмерные какие-то какие прям аромат будет хороший и цветет она тоже очень красиво компактный кустик и довольно обильное и пышное цветение у этой орхидейки и она довольно таки быстро зацветает но я думаю летом она порадует меня своим цветением и для нее я выбрала такой горшочек перевалю сюда на дно как обычно положу немного керамзита и я еще же взяла вот такую кору чистая кора сейчас покажу фракция очень хорошая я ее на ночь просто замачивала воду смотрите вот такая фракция в магазине такой коры не купишь продаются гольные щепки от которых вообще толку нет я буду использовать одну кору без всяких добавок ну и начнем с этого сорта сейчас я положу керамзита достаточно кора уже мокрая у меня добавлю коры ей и и аккуратненько попробую взять туда стаканчик придется разрезать так как корневая система она прям вот вообще чтобы не повредить ничего там сплошные корни конечно смотрите какая прелесть сейчас я мог у нее полностью уберу мог я этот не буду выбрасывать мог хорош я его просто либо по краю чуть-чуть разложу посмотрю но ее придется наверно теперь замачивать потому что просто так наверное ничего не достать ну вот весь мох я убрала если там осталось то совсем чуть-чуть осталось просто если мог оставить то можно если какой-то будет перелив допустим на мог не высохнет и может загнить корневая система отслеживать то тяжело все равно тем более я хочу посадить их просто в кору мог я боюсь но мог я этот выбрасывать не буду этот мог хороший я его положу в пакетик я его высушу и положу в пакетик он не пригодится я говорю что может сейчас еще по краю горшочка сейчас я померю ну видите да горшочек маловато посажу я его сразу в такой горшочек двойной также насыплю сейчас керамзита туда добавила керамзит это я оставлю сейчас для другой орхидейки и насыплю коры и теперь красоточку она расправит корешочки ей здесь очень хорошо будет и вот так и сейчас я ее присыплю корой кора хорошая чистая прям вообще хорошая сейчас как раз она получила стресс и может быть выпустит цветонос ну вот так вот листик и вот здесь вот по краю можно вот так вот положить мох совсем по краю горшочек чтобы к шейке не ложить а по краю можно он все равно антибактериальный он задерживает вот все готово теперь я ее поставлю поливать я ее не буду так как у меня кора влажная приступим к следующему это у меня белый беглит кристалл в этом это очень такой красивый сорт каскадный обильно цветущий и прям чисто белый очень красиво ну думаю тоже здесь придется разрезать потому что так очень сложно это не арома но она просто шикарно выглядит но здесь тоже я мох уберу мох влажноватый поэтому он как бы это хорошо выходит сухой то не нужно его вытаскивать его нужно чтобы он увлажненным ну вот вторая орхидейка тоже почистила ее но ее как раз вот этот горшочек и хорошо здесь есть здесь будет хорошо пусть наращивает корешочки и присыплю коровую руку берет мы тоже здесь есть немножко ну что вот положу по краям чуть-чуть удобряешь ему тех? м? удобряешь ему тех? да отлично смотри ну ты туда говори на камеру вот посмотрите вообще хорошо ей здесь понравится сейчас перейдем к следующему сорту да я конечно давно хотела этот сорт сорт дикий кот азиат вообще красивый просто нереально нравится мне этот сорт орхидейки очень но так же я сейчас уберу мох и продолжим съемку ну это конечно корешочки такие есть нехорошие я их всех убираю прям вообще убираю и обработаю сейчас их ну либо если есть перекись водорода но у меня вот закончилась она я просто антисептиком вот где обрежу корешочки я вот так антисептиком промокну можно корицей в принципе залить любой какой есть антисептик ну орхидеи они очень легко восстанавливаются они очень быстро наращивают корневую антисептиком я ее везде где обрезала она быстро у меня в принципе корешочки здесь есть то есть ничего страшного она очень быстро наращивает корневую ну и тоже как раз этот горшочек ей будет прям хорошо а а а а отлично и также я ее обложу мхом по краю только чтобы на корневую шейку на ее шейку не попадал все конечно по-разному некоторые же вообще вам хей выращивает но я побаиваюсь я побаиваюсь перелить и загниют сразу корешочки все по-разному и вот такая орхидейка sweet candy big lip тоже очень крупные цветы у нее и тоже красиво очень я ее сейчас тоже пересажу но она видимо видите была тут в максиме немножко обработанная но у нее в общем-то корни вон молодые крепкие растут хорошие сейчас я ее перевалю тоже в горшочек и будем наращивать корешочки ну вот очистила корешочки но вот эти орхидейки которые делают мало корней они конечно по оценке но видите у них рост принципе хорошие и ничего корешочки нарастим тут обработано все максимом то есть я просто вижу что все хорошо там подсушено ничего страшного нет орхидейка вполне хорошая и это же сейчас сделать чтоб не было видно кореш корешочки через стенки горшка и ну вот поставила их на место под лампу думаю что они сейчас быстро адаптируются и начнут расти они у меня будут находиться на полочке я уже говорила которая освещается лампой от марс гидро ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик чтоб не пропустить следующее видео увидимся следующем видео